тема плодов плоды 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 важны почему потому что и он также сказал что вы будете узнавать их по плодам и вот когда речь заходит о плодах то все то что я вижу вот я слышу разговоры я сплошная путаница как-то и вот не нравится вот мне мне как люди раз рассуждают о плодах вот как-то помню правильно рассуждают понимание плодов let's get туда баран как говорится по крайней мере попробуем давайте будем читать иоанна пятнадцатую главу самого начала самое начало самое главное я есть истинно виноградные лоза а отец мой винограды слушайте сейчас всякую у меня ветвь не приносящую плода он отсекает а всякую приносящую плод очищает чтобы более принесла плода второй стих как вам нравится вы понимаете о чем речь идет ну это серьезное дело или нет речь идет о том что бог отсекает всякого у меня он говорит человека то есть человек у него речь идет не они нечестивцы каком-то речь не это каком-то неверующим потому что неверующий он не у него он в мире речь это че всякую у всякую где-то всякую у меня ветвь которая не приносит плода кто отсекает он отец то есть бог отец отсекает не то что человек сам отпадает не отец отсекает дальше ветвь которая приносит плод он ее очищает то есть бог не остается равнодушным к ветвям или человек приносит плод значит тот бог что то делает с этой ветви что он делать с ней он ее очищает для чего чтобы нет нет ни у еще будут от нее есть толк это не и столк есть но чтобы было больше толку он начинает с ней работать очищение которое бог делает это не обязательно очень легко и очень все да приятно это очищение это всегда в общем то то есть тебе нужно очиститься от чего-то твоего нужно избавиться. Это может быть болезненный процесс. Когда Бог начинает очищать человека, то Бог как-то проводит через что-то его, что-то ему нужно избавиться. Сам человек не хочет избавляться, поэтому это какие-то Божьи, какие-то пути. И человек думает, что что-то с ним... Это он не воспринимает как очищение. Он это воспринимает как какой-то Божий гнев, какое-то Божье наказание. Ни в коем случае. Божий гнев никогда... Божий гнев не относится к ветви, которая пребывает. Божий гнев это не для верующих. Понимаете? Уже даже ветвь, которая приносит плоды, то есть хорошая ветвь, духовная ветвь, духовный человек, он уже неправильно понимает. Что он думает? Он начинает думать, что очищение, которое Бог производит в его жизни, он начинает неправильно это воспринимать. Что это какое-то... Что-то плохо. Нет. Он с тобой имеет дело, потому что... Хорошо. Ну, что Бог... Что ж ты, Бог, мне не оставишь покоя? А я хочу, чтобы еще лучше было. Что ты... Ты приносишь плод, но я хочу, чтобы ты еще больше принес плода. Но я уже и так много приношу, а я хочу... Значит, ты можешь... У тебя потенциал есть. У тебя потенциал. Там есть с чем работать, понимаете? Это хороший, как бы, плодоносный ветвь. А есть ветвь, которая ничего не приносит. Бог и ее. И он тоже не остается к ней равнодушием. Он ее тоже не игнорирует. Что он делает? Ну, это не сразу, конечно, и отсекает. Но, в принципе, если она дается какое-то время, речь идет о каком-то времени, это не наше дело. Но сказано, что ветвь, которая не приносит плода, период, она будет отсечена самим Богом. Не лукавый, не человек, не дьявол. Отец Бог отсекает. Ну, как вы думаете, это важно или нет? Если речь идет о том, что ветвь может быть отсечена. Я думаю, что это довольно-таки важно. Дальше он говорит. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Это вот мы будем говорить. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. И так, чтобы приносить много плода, что нужно делать? Ничего не нужно делать. Не важно, что делать, важно, где ты находишься. Ты должен находиться в нем. Когда человек находится в нем, то будет плодоносная жизнь. Он говорит, вы без меня ничего не можете делать. Но если ты хочешь приносить плоды, если ты хочешь Богу угодить, то без Бога и ты нельзя сделать. А если человек не будет Бога угождать, значит, сам Бог его что будет делать? Он его отсекает. Второй стих. Значит, и опять он говорит, пятый стих. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. То есть, какие-то mutual relations, mutual connection. Я в нем, а он во мне. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. Почему-то, что-то как-то люди не обращают внимания, что он говорит. Я не знаю, почему. Люди думают, что это как, что он шутит. Он не шутит. А так оно и будет. Поймите, так оно и будет. Вот как он говорит, так оно и будет. People don't take it seriously for some reason. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. И он объясняет, что для этого нужно делать. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в любви Его. Ну, вот. Окей. И вот еще дальше хочу к 16 стиху спуститься. Он говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил. Для чего? Смотрите. Чтобы вы шли и приносили плод. И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца, во имя моего Он дал вам. Итак, Бог избрал нас для чего? Бог избрал нас, потому что Он нас любит. Я не говорю, как Он к тебе относится. Я спрашиваю, для чего Бог меня избрал? Потому что Бог ничего не делает без цели. Итак, согласно тому, что Он сказал, Бог избрал меня и тебя. Для чего? Для того, чтобы мы шли и приносили много плодов. Ну, пока много, желательно много. Ну, чтобы приносили плоды. Через что прославится Отец? И Он меня, человека взял, призвал к себе, приблизил. Окей? И Он говорит человеку и учит человека, чтобы он жил так, чтобы его жизнь, чтобы его служение приносили плоды во славу Бога. Если это не происходит на протяжении какого-то периода времени, что, в общем-то, это не мое дело в отношении времени, то Бог такого человека, Он от тебя отсекает. То есть, не просто там отсекает, а он, I mean, cut him off. He's gone. Понимаете? Поэтому напрашивается очень естественный вывод, что жизнь твоя и моя должна приносить Богу плоды. Много надо здесь ума, чтобы прийти к такому выводу? Если мне Писание, если сам Христос говорит, что если человек не будет приносить, если ты не будешь приносить мне плода, Он мне говорит, то ты будешь отсечен. Значит, что мне для этого нужно делать, чтобы не быть отсеченным? Много надо думать или нет? Нет, не надо думать. Надо сказать, я должен приносить плоды. И так вот люди начинают рассуждать. Это важная тема, почему, когда человек начинает понимать, что, в принципе, он меня нашел, он меня избрал, говорит, не вы меня избрали, а я вас, Бог тебя избрал. Для чего? Чтобы ты шел и приносил плоды. Чтобы ты дальше шел по своей жизни, занимался своей жизнью, у тебя своя жизнь. Бог говорит, чтобы ты жил. Ты живи своей жизнью и в твоей жизни я тебя поставил, чтобы ты шел и приносил плоды. Это, вот дальше, если никуда не идти, это уже ставят определенные точки над «и». Почему? Потому что я начинаю понимать, потому что люди говорят, Бог меня так возлюбил, что Он умер за меня, it's all about me. No. Да, Он тебя возлюбил, Он умер за тебя, да. Но, но it's not about you. Nothing is about you. Он тебя любит, и Он за тебя умер, и Он тебе дал жизнь вечную, и Он тебе дает жизнь, и все это только с одной целью. It's all about Him. Это все для того, чтобы Он прославился. It's not about you. It has nothing to do with you. Он для этого избрал тебя. Запомните, пожалуйста, все, что Бог делает, Он делает исключительно для себя. Когда Он являет благо в мою или в твою жизнь, Он это тоже делает для себя. Для чего? Чтобы to get glory. Мы же поем все время, что только only you deserve glory, only you deserve praise, it's all yours. Что бы Он ни делал, как бы Он тебя сильно не благословил, это опять about Him. Поэтому это все плоды, которые, понимаешь, которые во славу Его, это нужно понимать. Я хочу вам показать это. Нам это нужно будет, а можно, Миша, можно вот Ефесяне первую главу. Смотрите. Что мы, это первое, что нужно, первую точку, которую нужно поставить, надеясь, что это все для Него. Все им, все для Него, и все к Нему, как написано. И вот Ефесяне, в первой главе, по-моему, в седьмом стихе, чуть ниже, смотрите. Вот Он говорит, что, ну, благословен Боге и так далее. Потом Он предопределил установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. А, вот, шестой стих. По хвалу славы благодати своей. То есть, Он определил установить тебя себе через Иисуса Христа. То есть, Он, а если ты немножечко, вот, в самое начало, пожалуйста, Миша, в самое начало. А, который благословил нас, вот, всяким духовным благословением на небесах. Ох, как Бог меня любит. Смотри, это все для меня. Но, все, что Он не сделал, что бы Он тебе не дал, какие бы благословения на земле, какие бы, какие всякие благословения на небесах, это все с одной целью. Все это сделано с целью в похвалу славы благодати своей, которую Он благодетельствовал нас в возлюбленном. Это все для того, чтобы в похвалу славы благодати Его. поймите это. Да, Он тебя любит. Да, Он для тебя делает и сделал великие вещи. И еще сделает. И все это вот с этой целью, а не «And it's not about you». Это первое, что нам нужно усвоить. И потом еще, если чуть-чуть вот сюда ниже, по-моему, 12 стих. «В нем и мы сделали с наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающие все по изволению воли своей, дабы послужить…» Все Он это нам дал, вот это вот, все благословения для чего? «Дабы послужить к похвале славы Его». Окей. Это все служит для Его славы. Все для Его славы. Или ты здоров, без болезней, это для Его славы. Если ты болеешь, это тоже должно быть для Его славы. Это все благословения. Поэтому это первое, что нужно усвоить, что вся твоя жизнь, она должна быть плодоносная. И она туда, туда, адресована, как бы направлена туда. Когда человек начинает так думать, он начинает, «Ага, окей, значит, в принципе, цель моей жизни не мои там дела, но это все понятно. Мы дела, кстати, ничего страшного, потому что ты занимаешься своими делами, мы сейчас будем говорить, они тоже должны слушать по хвале славы Божьей. Но у тебя появляется перспектив, что твоя жизнь, она, что бы ты ни делал, или ты работаешь, или ты спортсмен, или ты проповедник, или ты артист, или ты я не знаю кто, это все по хвале славы Его». И ты начинаешь понимать, что я должен быть, я должен быть плодоносным, должен приносить плод. Когда ты думаешь, «Я хочу приносить Богу плод», тогда ты начинаешь думать, «А вообще, что такое плод? Что я должен приносить? Что такое плод?» И потом второй вопрос, естественно, возникает резонный, «А как его приносить?» И вот на эту тему я хочу поговорить. Первое, что такое плод? И вот здесь, когда мы начинаем думать, что такое плод, вот здесь начинается конфьюжн, конфьюжн. Причем люди, причем люди, конфьюжн серьезный. Например, люди начинают трудиться для Бога, и они начинают что-то делать для Бога, и начинают делать для Бога много. И, например, он говорит Матфею в 7 главе, что мы же твоим именем бесов изгоняли, мы твоим именем проповедовали во имя Твое, исцеляли, мертвые, понимаете, там такие вещи. Он не сказал, что это неправда, что они делали. Но он сказал, что я никогда не знал вас. То есть там не то, что плодов нет, там даже нет отношения. I never knew you. В другом месте мы читаем, что они тоже много делают, много делают, потом Господь берет и все, что они делают, пропускают через огонь. Говорит, я, ворот, не буду судить, вот огонь, вот то, что проходит, потому что оно уже тоже вечное. Ну, если там определенные материалы не проходят через огонь, не все сгорает. То есть нету награды. Тоже. Но он спасается, правда, но какие-то там отношения есть, вера есть, там вообще ничего не было. А здесь хоть есть, он сам спасается. как бы из огня. То есть, амин. В купальном костюме, как говорится. Почему? Люди же трудятся, много делают. А почему плодов нет? А где плоды? Он же всю жизнь отдал этому. Нет плодов. Он говорит, эфесской церкви, что узнает твои дела, и вот он перечисляет твои дела. Я много часто привожу, этот пример. Очень хорошие дела. Он говорит, покайся в этих делах. Как покайся? И твори прежние дела. Почему? Потому что ты меня не любишь. Понимаете? Итак, что такое плод? Что такое плод? Список дел отличный. Распознали вот этих, там, трудился, и не изнемогал. Все это я знаю. А теперь покайся в этом всем. Представляешь, вот такое слушать в конце уже своей служения, в своей жизни. И твори прежние дела. Итак, что такое плод? Давайте посмотрим, что такое плод. Нам же думать не надо здесь. Надо просто прочесть. Вот. Послание к Галатам, пятая глава. Посмотрите список плодов. Галаты, пятая глава. Во-первых, нужно что усвоить, что это ни в коем случае не мои, не твои плоды. Потому что плоды человеческие, они, это плодские плоды, Бога они не интересуют. Это плоды Божьи, то есть плоды Духа. И вот посмотрите на список этих плодов. И назовите мне хоть одно, видите ли вы здесь какое-нибудь дело? Какое-нибудь дело. Итак, что такое плоды Духа? Это любовь, мир, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, и там, кротость, воздержание. По-английски self-control, самое последнее. Ну, по-моему, это один из самых важных. Еще раз, внимательно, Миша, можно, пожалуйста, 22 стих? Кротость в воздержании, так? Еще раз, любовь, это дело? No. Мы привыкли, что дело, это нужно идти проповедовать, и нужно спасать, нужно молиться, нужно проводить слабрание, то есть, ну, что-то делать, понимаете, что-то делать. Любовь, это же не дело, любовь, это же какое-то состояние души, или сердца, я не знаю, называй это как хочешь. Ну, а долготерпение, это же не дело, это же черта, скажем, характера, так скажем. Вот у человека, человек долготерпел, Господь говорит, я долготерпиваю, долготерпиваю, но это же значит, что он что-то делает, правильно? Так вот, это вот именно и есть плод. Благость, это же не дело. Что такое благость? Ну, человек благой, добрый, хороший, да, благой, Господь благ, he is good, но это же не дело, он же не то же там пошел, спас меня, исцелил меня. Нет, это не есть плод. Плод, это не есть дело. Вот я к чему клоню. Вот мы, они приходят к Богу и говорят, мы делали вот это, вот это, вот это, вот это, это наши плоды. Это не есть плоды. Вот что плоды. Вы понимаете, что я хочу сказать? Сейчас я поясню. Плод, это не, слушайте внимательно, потому что люди путаются. Плод, это не есть дело. Плод, это то, что лежит в начале дела. Плод, это то, что дело стимулирует, что является движителем этого. Например, любовь, любовь есть плод духа, и он стоит на первом месте. Значит, это в принципе важный плод. Плод. Теперь давайте посмотрим, Миша, можно, пожалуйста, Ефесяне вторую главу, четвертый стих, ну, всю главу. Это какое у нас? Ага, следующую. Смотрите, я сейчас поясню. Ничего сложного тут нет. Смотрите, Бог богат и милостью. Смотрите, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас мертвых, по преступлениям, оживотворился, Христом был. Итак, теперь у меня к вам вопрос. Покажите мне, где плод, а где дело? И вообще, есть одно ли это и то же? Что такое плод? Духа, это есть любовь. Бог по своей великой любви что-то сделал. Понимаете? Он по своей любви нас оживотворил. Где плод, а где дело? Где глагол? Глагол это сделал. Правильно? Что он сделал? Он меня оживотворил. Является ли это плод? Ноу. Мы же прочли, что такое плод. Что является плодом? Плодом является вот. То есть плод – это не само дело, а то, что стимулирует дело. Что является причиной его? Что является мотивом? Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Итак, где плод, а где дело? You understand? Бог возлюбил по своей великой любви. Он отдал, Он так возлюбил тебя, что Он отдал Сына. Что мы делаем, люди? Мы начинаем делать великие дела, не то, что без великой любви, вообще без любви. Ты мне, Ефесян, и вы мне приходите с великими делами. Он говорит, ну ты же оставил любовь. Так вот эта любовь, которая является стимулом дела, это есть плод, а не сам глагол, который Он сделал, действие. Это действие, это действие, которое вышло из этого мотива, из этого намерения, из этого состояния его сердца. У Ефесян выходили великие действия, скажем так, но не было то, что мотивирует эти действия. Нет, действия всегда чем-то мотивированы. Правильно? Так вот, на это Бог смотрит. Например, Он говорит, ни в коем случае не действуйте по мотивам тщеславия, ничего не делайте по тщеславию, потому что я могу по тщеславию делать великие дела. Некоторые филиппийцы, говорят, они проповедуют, помните, из зависти, помните, или там из ревности, они помнят, помните такое во второй главе. Вы понимаете, что я говорю? Вы понимаете, почему люди, они пришли к Богу и говорят, мы вот это делали, вот это делали, вот это делали, это наши плоды. Это не есть плоды. Бог смотрит, что, откуда действие вышло. Они говорят, хочешь, мы сделаем вот то и то, но вы не знаете, какого вы духа. То есть Господь смотрит не на само действие, а Господь смотрит, откуда это действие вышло. Так вот, это является плодом, а это всего лишь внешнее выражение. Поэтому плод, это всегда духовная вещь, и плод, это всегда сокрытая вещь, потому что плод, это есть мотив. Это есть мотив. Мотив, мотив, ты видишь, что я делаю, но ты не знаешь мой мотив, ты не знаешь, почему я это делаю. Ты можешь только догадываться. Так вот, Господь говорит, Матфей, он говорит по всему главе, вы, говорит, увидите лжепророков или там, лжеучителей, как вы их узнаете? По действиям? Но, почему? Потому что будет действие сатаны, тоже он обманет всех. Действия будут, и будут действия разные. Вы их по плодам узнаете, а плоды это не действие, плоды это то, что вскрыто. Так надо на плоды смотреть, вы понимаете? А мы смотрим на это, думаем, вау, никакого вау тут нет, наоборот. Штует это, а не вау. Мы ждали этого слова. I know. I know. Я вас не разочарую. Запомните, пожалуйста. Я буду на эту тему еще говорить в few minutes, потому что я хочу, чтобы вы это усвоили. Бога всегда интересует твои намерения, твои мотивы. Окей? Это вот как учительница в школе говорит, я знаю, говорит, я знаю, что ты пытался, что ты старался, что ты там учил, но у тебя не получилась эта контрольная работа, но потому что ты старался, я тебе поставлю там тройку или четверку. А ты, говорит, способный, но ты ленивый, так я тебе поставлю двойку. То есть, понимаете, образно говорю, то есть, потому что ты, ты хотел, ты старался, так я авел анадыис, и хоть ты не сделал, но я тебе все равно поставлю хорошим. Почему? Потому что у тебя были, ты хотел, у тебя были намерения, намерения были. Так вот тут, я хочу, чтобы вы поняли, чтобы вспомнить этот список плодов, что мы там прошли, я же не специально вам подал это место, оно их известное, в общем место, там нету ни одного глагола. Там сплошная, что такое плод святого духа Галаты 5 глава, что мы прошли, это есть характеристика Иисуса Галата, это его характер, он долготерпивый, он благ, он полон любви, он милосерд, он верит, то есть, это хухи Иис, но он еще ничего не делает, он еще ничего не делает, это описание хухи Иис, его характера, и теперь из этого характера выходят действия, так действия, это результат скрытого, его намерения, что ты хочешь, я хочу угодить отцу, и поэтому он действует, а ты что хочешь, А я хочу славу из любостяжания, из любопрения, из тщеславия, наживы, деньги, прибыток. Люди делают тоже, будь здоров, какие дела. Понимаете? Вот, например, Миша, можно Коринфяне 12 главу? Может быть, попробуй 13. Ну-ка нажми 13. Если я любви не имею, если я имею дар пророчества, смотрите, если я знаю что-то, какие-то тайны, если я имею всю веру, могу даже горы передвигать, а любви не имею, то они же, понимаете? То есть, что они пришли, те люди, к Иисусу Христу? Они пришли, говорят, мы же горы передвигали во имя Твое. Мы же там воскрешали мертвых во имя Твое. И они-то приходят к нему и говорят, вот наши плоды, вот наши министры, я же там привел к покаянию всю Африку. Или там пол, я не знаю чего. Это не есть плоды, поймите. Вопрос плоды – это не что ты делаешь, а вопрос, а плоды – это почему ты это делаешь? Что движет тобой? А человеком движет тщеславие. Вот он привел пол Африки к покаянию или там какого-нибудь там миллиона людей. И он теперь, понимаешь, какой-нибудь celebrity какой-то. And he loves this. И он думает, и он с этим… И ничего тут нет. Он говорит, я ничто. Если я раздам все на сожжение, а любви не имею, смотрите, то мне в этом нет никакой пользы. То есть, все это сгорит, вся моя деятельность. То, что он говорит, материал солома – это все солома. Без этого, где это, без этого вот это вот все солома, понимаете? Поэтому, говорит, мне в этом никакой пользы нет. Я это ничто. Тут же написано – черный попел. Вот это есть плод. Люди приходят и говорят, я вот это делаю, я вот это делаю, я вот это делаю, я вот это делаю, это мои плоды. Это не есть плоды. Самые великие дела, сделанные с неправильными намерениями и мотивами, они никакой тебе пользы не дадут. Мало того, они тебя обманут и еще и погубят. Еще место писания, пожалуйста, Миша. Первая Коринфянам, четвертая глава. О! Что здесь написано? «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит...» Что? «Скрытое». Что такое скрытое? Это... А я же сделал вот, смотрите, что я сделал. Это не скрытое. Я там трудился, спасал, исцелял. Это же не скрытое. Но Бог должен осветить скрытое. Что такое скрытое? Это Он обнаружит сердечные намерения. И тогда будет каждому похвала от Бога. Понятно? Вот это... Вот это является... Вот это Бога всегда больше интересует... Бога всегда интересует скрытое больше, чем то, что снаружи. Потому что скрытое может быть такое, и сердце выходит вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И это скверняет человека. А человек... Ты же не знаешь, почему он это делает. Ты же не знаешь, какие мотивы у него. Люди больше всего думают, как это сделать. Не об этом нужно думать. Нужно думать не как это сделать и что сделать, а нужно думать, зачем и почему ты это делаешь. И когда ты слушаешь кого-то, и когда ты... Он говорит, вы когда-то узнаваете людей, вы всегда смотрите на скрытое, которое не видно. Но для этого нужно что? Нужно смотреть... Вы, говорит, судите по наружности, а вы, говорит, судите судом праведным. То есть не надо... Тут же много не надо ума, чтобы... Вот он такие дела делает, и все. И человек покупается на это. Так на это и рассчитывает, лукавый, чтобы ты купился на это. Если ты будешь искать скрытое, то то, что тебе нужно, Бог тебе откроет скрытое. Если чтобы тебя уберечь... Вы же смотрите, вы же по плодам их узнаете. А плоды – это всегда сердечные, скрытые намерения. И вот тогда, понимаете? Потому что если вот это будет правильно перед Богом, а что это за прав... А какие должны быть намерения? А намерения, что тут непонятного? Это и есть плоды. Какие? Что ты хочешь? Петр, ты любишь меня? Да. Ну тогда иди занимайся, посеи овец моих. Петр, ты любишь меня? Нет, не очень. Тогда не надо мне это, твои труды. Зачем это мне? Потому что это же на твою погибель будет. Ты сначала разберись в своих намерениях. Если у тебя скрытое правильное, так и наружное будет правильное. Если у тебя корень хороший, а если у меня корень тщеславия, откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь? Может, я это делаю из тщеславия? Может, я хочу быть селебрити какой-нибудь? Кто-то в кино, а кто-то в церкви? Ну и что? Кто-то в спорте, кто-то в науке. А я в церкви. Ну и что? Да ты же смотри. А я смотрю. А ты же не туда смотришь. Ты смотри то, что там, за завесой. А я не могу. Почему ты не можешь? Ты же духовный человек. Анализируй, молись, спрашивай. Тебе дано будет знать, если это нужно. А Бог не хочет, чтобы ты попался над лжеучителю и лжепророку. Поэтому Он тебе покажет, если это надо будет. Итак, понятно, что такое плод? Поэтому сказано, что слово, оно как меч такой, знаете, такой с двух сторон. Он проникает до разделения. Понимаете? Оно судит помышление и намерение сердечное. Окей? Вот ты смотри, слово ты знаешь. И вот туда давай. До разделения духа и души проникай туда. Вникай, изучай, анализируй. Вот это вот и есть солома. Понимаете? Вот это вот и есть солома. Вот эти вот деяния. Так я ж такое дело сделал. Да, но это солома. Почему? Потому что корень тщеславия, корень любостяжания. А если корень плохой, то там ничего хорошего не будет. Бог так смотрит на вещи. Бог так, только его интересует вот это. Теперь с плодами, я надеюсь, мы немножко разобрались. Но вы еще, это надо пожевать немножко. А теперь, как их приносить, эти плоды? Значит, что такое плод? Первый вопрос был. И второй, как приносить этот плод? Ну, если мы разобрались, что такое плод, то, в принципе, как приносить, уже становится чуть-чуть более понятно. Если ты понимаешь, что такое плод, что это есть любовь, да, но это я люблю, но не о твоей любви речь идет. Потому что твою и свою любовь я знаю. Ты любишь тот, кто тебя любит. А если кто-то тебя не будет любить, кто-то с тобой не поздоровается, ты с ним тоже не поздороваешься. Правильно? Это человеческое. Оно условное, оно зависимое. И ничего ты не сделаешь Богу такой. Поэтому там же написано, что плод Духа. Духа же речь идет, плод Духа Божьего. И потому что ты имеешь Дух, имею Дух, так вот теперь это плод Духа, который в тебе появился. Он тебе живет. Это Он, это Его характер. В принципе, это... А какой Бог? Вот почитай плоды Святого Духа, и вот ты поймешь, какой был характер, какой есть характер у Бога. Какой характер у Иисуса Христа. Вот хотелось бы не знать. Тут нет тайны никакой. Галаты, 5 глава, 2, 2 стих. Он описывает характер Иисуса Христа. Это Он и есть. Это Его характер. Из этого характера выходят действия соответствующие. И вот этот вот характер в форме, если так можно выразиться, в форме Духа, в лице, лучше сказать, Духа, не в форме, а в лице Духа, Он дан верующему человеку, который родился свыше, и Он теперь имеет этот Дух, тот же самый Дух, который был в Иисусе Христе. Поэтому часто называется в Писании, не часто, несколько раз, Дух Христов. И Он теперь в тебе и во мне. И те качества, которые Дух проявлял через Иисуса Христа, Он точно так же хочет и может проявлять через тебя или меня. Что от нас требуется? Не мешать Ему. От нас требуется пребывать в Нем. А чтобы Он пребывал в тебе. Потому что, если человек не хочет пребывать в Боге, или не хочет, или не может, не, скорее всего, не хочет, то он начинает показывать свое долготерпение, которое до первого светофора хватает. Он показывает свою любовь, до первой неприязни какой-то, свою веру, которая тоже, когда все хорошо. То есть, ну, сами понимаете, на человеческом ты далеко не уедешь. Вот поэтому тебе даны Божьи качества. И вот в этом нужно пребывать. То есть, когда ты в этом пребываешь, оно начинает появляться. Сам не может это сделать человек. Почему? Потому что это есть характер Иисуса Христа. Что мы имеем в себе? Павел говорит, я, говорит, опять в муках рождения, доколе в вас изобразится Христос. Помните? Значит, Он есть в нас. Он есть в нас. Но Он не изображается в нас. Почему? Потому что много меня, а мало Его. Должно быть как раз наоборот. И вот этим-то мы, в общем-то, и занимаемся. В нас Он должен изобразиться. Как? В каком лице? В качестве деяния, исцеления? Но. Это само собой. Но это потом. На это мы обращаем больше внимания, чем на то, что нужно обращать внимание. Он должен у нас изобразиться своим характером. А это и есть проявление духа. Любовь, долготерпение, мир, радость. Вот эти вещи. Кротость, воздержание. Self-control. How about that? Self-control. Все в порядке у нас с этим делом. Вот это должно у нас изобразиться. Вот это должно изобразиться. Поэтому, и вот отсюда в исходе действия. Человек не может сам это сделать. Почему? Потому что это проявление человека. А должно быть проявление Иисуса Христа. Чтобы Бог, чтобы пребывать в Боге, Он говорит, чтобы Он пребывал. В принципе, тут ничего сложного нет. Тема пребывания. Тут ничего сложного. Я вам когда-то говорил, что Он тут сказал, что если прибудьте во Мне, и Я в вас. Если ветвь, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, значит, чтобы условие плодоносной жизни для ветви, она должна пребывать на лозе. То есть, ты должен пребывать в Нем. Что значит пребывать в Боге? Тут ничего сложного нет. Твое отношение к Богу, это твое отношение к Слову. Поэтому, говорит, прибудьте в заповедях моих, прибудьте в Слове Моем. Не выходите из Слова Моего. Не нарушай, живите по Слову. Прибудьте в Слове. Живите по заповедям. Но когда я говорю о заповедях, я хочу, чтобы вы не подумали, что речь идет о каком-то законничестве. Нет, речь идет о живых отношениях. В заповедях он говорит, любите друг друга, я возлюбил. То есть, речь идет о воле, о Слове Божьем. Твое отношение, слушайте, твое отношение к Богу видно из твоего отношения к Слову. Если ты к Слову Божьему относишься так себе, то точно так же ты относишься и к Богу. Если ты или пренебрегаешь, или относишься к Нему небрежно, не в том плане, что ты его мало читаешь или плохо знаешь, но в том плане, что ты не живешь по Нему, что ты, слово можно знать, меня, в принципе, даже не интересует, как ты его знаешь. Конечно, чем лучше, тем лучше, конечно. Но что меня, ну, главное, что его интересует, насколько ты живешь по Слову. Насколько ты живешь по Слову, это и есть отражение твоего отношения к самому Богу. Ты не можешь говорить, что я люблю Бога и при этом ты пренебрегаешь его Слово. Хотя, в принципе, говорить ты можешь, но это будет лицемерие. Он говорит, если вы любите меня, то соблюдите заповеди. Помните такую фразу? Вот это вот есть выражение твоей любви к Богу. Соблюди мое Слово, живи мое по моей воле. Если ты будешь так жить, ты пребываешь в нем. Когда ты пребываешь в нем, когда ты пребываешь в нем, ты будешь приносить плоды. Ты даже не будешь замечать, как ты их приносишь. Потому что ветвь ничего не делает, не пашет, чтобы приносить плод. Все, что ветвь делает, она просто sits on a tree. И потом на ней появляется ни с того, ни с сего плод. Что ветвь делает? Ничего она не делает. Но когда ветвь начинает очень много делать, вот это меня как раз и смущает. Почему? Потому что плод будет, но это будет Измаил. Это будет плод плоти. Это будет человеческий плод. Он говорит, условия плодоносной жизни. Если вы пребываете во мне и я в вас, то вы будете приносить плод. Он будет просто появляться в твоей жизни. Он просто будет появляться. Каким образом? Он говорит такую фразу здесь. Миша, можно, пожалуйста, вот Иоанна 15 главу, нашу в самое начало. Слушайте, слушайте, что здесь написано. Если будете пребывать во мне, а чтобы пребывать в нем, это нужно пребывать в его слове, в его заповеди. Слушайте, если будете пребывать во мне и слова мои будут пребывать в вас, смотрите, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это то, что он сказал. И дальше интересно, самое интересное, что еще написано. Этим, то есть тем, прославится Отец. Оказывается, это и есть плоды. То есть, чтобы быть плодоносным, если вы принесете много плода, то есть быть плодоносным, это не значит, что тебе нужно быть каким-то апостолом, или каким-то пастором, или каким-то там пророком, или творить чудеса. Речь идет об обыкновенном верующем человеке, который просто понимает этот принцип, который просто пребывает в Боге, обыкновенный человек, который каждый день ходит на работу, какой-нибудь там, тракторист какой-нибудь. Он может принести плодов больше, чем какой-нибудь евангелист известный. Он живет по слову. Он живет по слову. Но при этом у его жизни возникают какие-то ситуации, какая-то проблема. Он, может быть, заболел, может быть, у него ребенок заболел. Может быть, у него на работе его там хотят уволить. Может быть, у него крыша протекает. Но он живет по слову. И вот у него, Господь, у меня протекает крыша, помоги мне починить. И он говорит, чего не пожелаете, просите, что будет вам, починится твоя крыша. Так или иначе она починится. И самое интересное не это. Самое интересное, что через эту крышу Отец прославится. Понимаете? То есть речь идет не о каком-то там епископе. Понимаете? Потому что люди думают, что быть подоносцами я должен быть иноминистер. Но. Чего не попросите, будет вам. Конечно, я скажу, а я хочу вот там белый пароход какой-нибудь там с войной палубой. Могу я такое попросить? Можешь. Но у меня вопрос другой. Он говорит, если пребываете во мне, и мои слова пребывают в вас, тогда что-нибудь. Значит, если человек, который просит белый пароход совершенно all out of blue, у меня вопрос, ты вообще в Боге пребываешь или нет? По просьбе видно. Человек, который пребывает в Боге, он будет просить и соответствующий. У него и молитва будет соответствующая. Понимаете? Если ему и нужен белый пароход, потому что ему нужен белый пароход, значит, он попросит белый пароход. Если ему нужно, Бог уже будет с ним разбираться. Будет. Будет тебе. Понимаете? И через это прославится Отец. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали, что ты можешь и должен приносить плоды. И твоя жизнь, ту жизнь, которую ты ведешь, она может и должна приносить плоды. Твоя работа, твои семейные обстоятельства, твоя жизнь, личные, я не знаю. Ты можешь приносить плоды, но для этого тебе нужно иметь правильное attitude и правильное понимание, что ты просишь, для чего ты просишь. И тебе нужно пребывать в Боге. И когда ты будешь просить, тебе это будет. И опять-таки, тебе это будет не потому, что Бог тебя любит, хотя так оно и есть, но будет тебе это с целью прославить Отца. Есть такая точка зрения, причем я ее слышал от очень известного служителя по телевизору. Celebrity. Он говорит, потому что я вот такой верующий, потому что я вот хожу перед Богом, постоянно говорю, у меня никогда не бывает в жизни проблем. Я никогда-никогда не болею. I'm totally fine. Если у тебя нет проблем, если ты claim, что у тебя нет проблем, потому что ты такой праведник и ты святой, так получается, что тебе не надо ничего просить. А если тебе не надо ничего просить, так как же прославиться Отец? Потому что Отец прославляется через что? Через твои нужды, которые ты... Да, но я же праведник. Но тут же есть в Псалме Мишних. Вот смотрите, благословен Господь всякий день. Бог, смотрите, Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает его. Зачем? Doesn't make sense, да, человек думает. Бог на меня возлагает бремя, и потом же от меня его спасает. Так я говорю, Господь, если ты от меня его спасешь, так зачем ты на меня возлагаешь? А вспомните, что мы сейчас прошли у Иоанна. Бог на меня возлагает бремя, какой-то дает мне какой-то... с великой радостью принимаете, когда впадаете в какие-то выскушения. Я, а я человек, который пребываю в Боге, окей, я начинаю... Чего не попросите? Я говорю, Господь, избавь меня. То есть, понимаешь? И что? И Он спасает меня от этого бремени, которое сам же и да, может быть, какой-то... через какое-то время. Но смысл что? Теперь я... I praise Him, I give Him glory, и приносится плод. Понимаете, как приносится плод? Чего не попросите? Если не будет этого, то я и просить ничего не буду. А Он говорит, что у меня никогда в жизни не бывает проблем. Я никогда не болею. Муж скорбей, изведавший болезни. Это описание Иисуса Христа. А Он, видите ли, никогда не болеет. И какое-то еще место... По-моему, 33 стих. Наносит раны. 33 псалом. По-моему, вот тут. А, вот это 33, да? Просто проверим, да. Какой стих? Миш, по-моему, 17 стих. Да. 17 стих. Ну, давай 18. Хорошо. Хорошо. Смотрите, взывает праведное, и Господь слышит, и от всех... А, видите? Смотри. Взывает праведное, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет. Кого? Окей. Значит, что? Отчего ты, Господь, даешь праведнику скорби? Так для того, чтобы они их взывали. Чтобы они праведники, которые пребывают в Боге. И чего не попросите? Он слышит и избавляет тем, что прославляется Отец. Понимаете механизм? Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Дальше смотрите. Много скорбей у кого? Really? И от всех их избавляет его Господь. Понимаете, человек говорит, что... Потому что я праведник, потому что это не просто человек, а у него такая аудитория, что... там не видно конца. Он говорит, у меня никогда не бывает скорбей, никогда. Много скорбей у праведного. Почему Господь допускает скорби праведного? Он наносит бремя, Он дает бремя, и Он же и избавляет. И через это прославляется Его имя. Потому что потом слава, хвала, благодарения идут в Богу. Поэтому когда человек праведнее, когда ветвь, которая очищена, и которая приносит плода, Господь ее что делает? Он ее очищает еще больше. Как? Понимаете? Как? Для чего? Чтобы получить большую славу. Принести плода. Если праведник, я написал, если праведник не имеет скорбей, то он никогда не взывает Богу. И Бог не отвечает, и не получает плодов, не получает благодарения, ничего. Теперь в отношении еще, вот я тут что-то отметил, теперь в отношении такой закваски фарисейской. Что такое фарисейская закваска? Лицемерие. Что такое лицемерие? Это неискренность. Они меня хвалят. Они меня хвалят устами, они меня славят, они меня что-то делают. Понимаете? Но неискренно. Что значит? Сердце же их далеко. То есть сердечные намерения. То есть мне это... То есть у него сердце вообще. Да лампочка это. Но он Бога славит. Но слава же должна начинаться где? В духе, в сердце твоем. Это же дух, это же духовное. И вот он славит, и он служит все, понимаете? Он Богу служит, и славит его всю жизнь. Но это... Но это... Это все... Это все, да. Он работа его. Это работа. Там вот эти раввины, они на работе, понимаете? Они на работе. Я помню, я сидел в банке на работе, у меня... Я работал, но мои мысли, мое сердце было... Ух! Я даже не видел, где она. Что я думаю? Нет. Да, но это работа твоя. И он на работе, понимаете? И служитель на работе. Он работает. Но сердце у него... И Бог это видит. Он судит что? Намерение сердечное, которое... которое не вписывается в его критерии. И это... И потом он говорит, Господь, вот мои дела. Он говорит, это не есть плоды. И все. Говорит, я никогда тебя не знал. Берегитесь закваски фарисейской лицемерия. Например, ничего не делайте на показ. Матфей 6 глава говорит, они на показ милости не дают. Они на показ долго молятся. Они на показ постятся, что все об этом знают. Это все для того, чтобы показаться написано перед людьми. Это неправильное... Вы понимаете, для чего они это делают? Это все для того, чтобы показаться перед людьми. У него благочестие у другого служит для прибытка. Вы понимаете, намерение какой-то мотив. А у этого мотив для того, что он напоказ перед людьми долго молится, он напоказ красиво говорит. И он это все напоказ, 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 напоказ. И вот все министры напоказ. И вся христианская жизнь напоказ. И вот это плоды, понимаешь, вот это плоды. И Бог говорит, это все сгорит. Ничего не делайте напоказ. Это не пройдет огонь. Слушайте, ничего не делайте напоказ. Зачем ты красуешься предо мной? Я что, буду тебе решать твою вечность? Why do you care, что я думаю? Павел говорит, я сам о себе не сужу, и вы об меня не судите. Why do you worry, что я думаю? Или что я... Почему я должен думать, что ты думаешь? Ну, что ты мне можешь дать, что я не имею? Ну, что? Или что я тебе могу дать? Что от меня зависит? Зачем тебе напоказ... Зачем мне... Зачем напоказ люди делают? Зачем люди красуются друг перед другом? Зачем? Think about it. Ну, политики, ладно, им надо voting, голоса... Но мы-то зачем? Нам это зачем? Потому что мне же нужно туда войти, и это решается Богом. Так зачем мне перед... Why? Он говорит, если вы... Как вы можете веровать, если вы друг от друга славу принимаете? То есть тут вообще стоит вопрос, что человек вообще неверующий, который пытается получить какое-то человеческое approval. He is not before God. Бог говорит, выходи предо мною. И по... Вот... Понимаете? Тут нет плодов. Когда... Когда человек... Что бы он ни делал, если он делает что-то напоказ, вы поймите, там нет плодов. Он может горы двигать, там нет плодов. Не думай, что о тебе. Не бойтесь, когда будет вас злословить. Помните, он говорит? Тут нет ничего. Это не искренность. Это все солома, это все сено, это все не пройдет. Так я хочу сказать, что сегодня очень много неискренности. То, что там она есть, это... Это... Я помню, когда мы только-только начали это... Это было столько лет назад. Подошел один человек. И говорит, я хочу петь Богу. К нам. Я хочу петь для Господа. Пой. Мы все поем. Но я хочу тут петь. Так я говорю, ты иди разберись. Почему ты хочешь здесь петь? Подумай, разберись. Потом мы можем опять поговорить. Но больше этот человек ко мне не подходил. Для чего этот человек хочет тут? Ну, мы же поем Богу. Ну, пой. Я хочу петь Богу. Кто тебе не дает? Слава Богу же ты хочешь. Пой. Нет, я хочу тут петь. Вот так вот. Я хочу быть на сцене. Окей. Если ты епископства желаешь, ты доброго желаешь. Я хочу быть епископом. Хорошо. Он говорит, что это хорошо. Но ты иди... Для чего ты хочешь быть епископом? Я хочу быть епископом для того, да для вот. Если твое сердечное намерение имеет вес на Божьих весах, дать скот. Но ты разберись. Я ей говорю, ты иди разберись, от чего ты хочешь здесь петь. И чем пение здесь отличается от пения здесь. Разберись, потом поговорим. Все, больше не было беседы у нас. Понимаете? То есть, на показ. Нельзя этим заниматься этим. Нельзя этим заниматься. Учтите, думайте на эту тему. Следите за собой. Не занимайтесь на показ. Все, что на показ, оно не пройдет огонь. Это все лицемерие. Это все бесплодное. Это все человеческое. Понятно? Продолжение следует...